Народ всегда требовал двух вещей, хлеба и зрелищ. Если на хлеб приходится зарабатывать, чёрт возьми самому, то зрелищ сейчас хоть отбавляй. Блогеры стараются угодить своим зрителям всё больше и больше. Кто-то скатывается в нищие, предаётся забвению, другие же ловят хайп и становятся известны всему Рунету. Сегодня речь пойдёт о двух нереально крутых шоуменах, которые пришли с ящика на наш любимый ютубич. Все готовы? Добро пожаловать на Телблогнет! И сегодня у нас батл Биг Рашен Босс против Сергея Дружко. Ну а пока реклама. IQ Option, вкладывайте любую сумму, начиная с 50 рублей и уже через считанные дни получите свой первый навар. Всю работу трейдеры совершат за вас. Есть вега-крутой тариф, где прибыль составляет 180% за 20 дней. Вкладывайте 1000 и получаете 1800. Пробуйте, ссылка в описании. Ю, здорово, сука. Это шоу большого русского босса? Хаю-хай, с вами не Иван Гай. Раунд один. Образ и харизма. Дружко – эдакий 50-летний шутник, который пытается быть в тренде. И надо сказать, у него это неплохо выходит. Лысый кудесник общается со своей аудиторией доступным языком, поэтому слушать его речи абсолютно не в напряг. Он с серьезным лицом спрашивает у ведуней про ютуберов, на которых лежит сглаз. Скажите, на этих людях есть сглаз? Достаточно популярный молодой человек. И с такой же серьезной рожей предлагает накрутить просмотров на видосики, вертя в руках спиннер. Накрутим просмотров для статистики. А его резкие движения головой и проникающий в самое сердце взгляд – это нечто. Но умеет Дружко понравиться зрителям, ничего не скажешь. Хотя подождите, все-таки есть что сказать. Харизму у Сергея не отнимешь. А вот образ исследователя паранормальных вещей и разоблачителя заговоров, по-моему, совсем не его заслуга. Дружко – актер, который вжился в роль, когда-то придуманную командой ТНТ. Это знают даже дети. Безусловно, Big Russian Boss также работает с командой профессионалов. Это легко можно заметить на его стримах, когда нам показывают комнату, в которой Бородач принимает своих гостей. И там стоит несколько человек с профессиональной аппаратурой, которые делают красивую картинку и правильный звук. Но речь сейчас не об этом. Мы ведь обсуждаем образ, которому Игорь – так зовут босса на самом деле, если вдруг кто не знает – шел годами, еще со времен выступлений в студенческом КВН. Парень самостоятельно, без чьей-либо помощи создал образ арабского вейпера-сутенера, который живет в Майами и является, ну, просто богом рэпа. Конечно, я не специалист, но если сзади тебя пидор, это не очень хорошо. Во всяком случае, тогда к нему навстречу не тянулись руки людей с ящика. А что касается харизмы босса, то ее, как у Сергея Дружко, хоть отбавляй. И тому подтверждение живые выступления Игоря Лаврова перед большой аудиторией. Посмотрите, как живо студенты МГУ реагируют на шутеечке Бородача. Любовь публике не купишь. Да боссу это не нужно и подавно, ведь поклонников он умеет завоевывать собственноручно. Все смотрите на меня. Вот так мне удается удерживать аудиторию. За самостоятельно созданный образ и море харизмы результат первого раунда Биг Рашен Босс – 1 балл. Сергей Дружко – 0 баллов. Раунд 2. Формат. Шоу Дружко наполнено разнообразными рубриками. Тут и биржа мемов с профессиональным анализом топовых мемасиков, и новости интернета с невероятно важными сообщениями о том, как в 2К17 хотят убрать анонимность в интернете и еще много всего прикольного. Эта информация заставила мои извилины работать в режиме 24 на 7. Исследования онлайн-трендов в реальной жизни, типа беспалевная, но прикольная реклама, ну когда же без нее? И даже что-то вроде пародии на необъяснимо, но факт. Мое любопытство и дождь направили меня в машину, которая в свою очередь направила меня на поиски ответа на вопрос, почему рассорились блогеры. Короче, Дружко Шоу – это сборная солянка из хайповых тем, трендов и всего, что интересно молодежи на просторах интернета. Сегодня мы вышли на улицы Москвы, чтобы проверить, как люди реагируют на хейтеров в реальной жизни. Отписка. Что касается Бородача, то формат шоу Босса является свежим и крутым для отечественного ютапчика. Даже Ларин согласился, что Илья Лавров делает годный контент. И действительно, его ролики заходят. Там много шуток, есть интересные гости, которых Босс изо всех сил старается позадрачивать. Но есть и проблемы. Юмор-то есть, но он черный, давайте по чесноку. Это нравится не всем. Занятное общение с приглашенными людьми, да, но с обилием матов. И это тоже, как ни крути, но некоторых отталкивает. Безусловно, передача рэпера-вэйпера имеет массу преимуществ. Да и вообще, Босс тамада, хорошие конкурсы у него интересные. Сутенер, дай ему наш подарок. Хоть бы, хоть бы член, хоть бы сосательный член, пожалуйста. Однако Дружко все же более разнообразный формат с более культурным юмором. Благодаря чему, Лысый и Слайфа получают балл в этом раунде. Биг Рашин Босс 1 балл. Сергей Дружко 1 балл. Раунд 3. Гости. В ходе рубрики «Вопросы и ответы» Сергей Дружко регулярно общается со своими гостями. В роли приглашенных побыли Евгений из канала Бэткомедиан, Катя Клэп, Дневник Хачай, даже Ивангай. Но согласитесь, спокойствие Лысого Искателя Йети в этой рубрике только раздражает. Но вот в чем был прикол совместного с Ивангаем подбора фоток, якобы для оформления канала. Спасибо, Иван, за такой спектр моих эмоций. Превью готово. Обращайтесь. Гораздо интереснее видеть общение живого настоящего Дружко, как это было в Дневнике Хача. Кремль, Дружко шоу, Кремль. А что? Коллаборация. Не изюм надо, Дружко. Нет, можно сказать, потом уже изюм, понимаешь? Понятное дело, что веселый ведущий не вписывается в формат Дружко шоу. Но, блин, по сравнению с тем, что происходит на передаче у босса, это просто унылый шлак. Другое дело босс с постоянным троллингом мегапопулярных гостей. Вот за что народ его любит. На пару с пемпом этот бородач может постебаться над кем угодно. Даже над самим Николаем Соболевым. Как? Да хотя бы тупо прочесть своим хриплым голосом их с Гурамом биографию с лукоморья. Николай Соболев, высокий, пидорковатый, говорун за щекан, реальный кран. Гурам Нормания, стильный и пафосный овцеёб за чесонщик гей. А потом задать вопрос, балуются ли главные моралисты Ютуба под хвост, да ещё и с футболистами. А с футболистом когда-нибудь в очко пропускал? Если Гурам футболист? Вспомните тот же выпуск с Николаем Должанским и его личным экстрасенсом, который по совместительству является саунд-продюсером. Это просто такой ор. Магию, магические заклинания твоего кореша. Ёбаный в рот. Магия проста. Хоть одна падла что-то пизданёт этот жертвенный, а там будет у него там, куда мама не заглядывает. И подобные ситуации происходят в каждом выпуске. Будь это Дмитрий Маликов или Ресторатор, Джиган или Стас Давыдов, проораться можно с каждого интервью. А всё почему? Потому что здесь нет сухого диалога с кислой миной. Постоянно какие-то вставочки, тесты на пидора и тому подобные вещи. По результатам данного опроса можно сделать вывод, что обследуемый является пидором с вероятностью... Кого только не было на передачу Босса. Да, некоторые выпуски получаются он просто бомбезными. И мы даже сделали отдельный топ с такими мастхэв сюжетами для просмотра. Но нельзя сказать, что с кем-то был прям абсолютно скучный провальный выпуск. Бородач определённо точно берёт самые смешные интервью во всём ютубчике. За море позитива, который дарит Илья Лавров при общении со своими гостями, за искромётный, пускай иногда излишне чёрный юмор и, конечно же, за харизму, результат сегодняшнего батла Big Russian Boss 2 балла, Сергей Дружко 1 балл. Таким образом, в жаркой схватке двух шоуменов победа достаётся большому русскому боссу. Такой исход с 10% перевесом был определён голосованием в нашем паблике ВК. И надеемся, что команда Дружко на порядок адекватнее отнесётся к критике. По сравнению с первым каналом, который подлинненько удалил наш батл Урганта против босса. А ты знаешь, Ургангей? А что по этому поводу думаете лично вы? Заслужил ли рэпер Вейпер победу? Или лысый охотник за инопланетянами достоин занять первое место в сегменте шоу русского ютуба? Не стесняйся, высказывай своё мнение в комментариях. А на очереди у нас новый батл между желейным медведем Валеры и Куки. Да, для меня это тоже шок. Поэтому прямо сейчас заходи в наш паблик ВК по ссылке в описании и голосуй за наиболее достойного бойца. Также подписывайся на наш канал, чтобы первым смотреть самые офигительнейшие батлы.